Они настолько любили друг друга, что когда после смерти и захоронили в разных обителях, наутро оказались в одном гробу. Торжественное празднование дня одномоментной смерти Петра и Февронии Муромских призвано напомнить о том, как важно ценить свою вторую половину и быть вместе в горе и в радости. История любви Петра и Февронии настолько впечатлила Анастасию и Михаила, что они решили создать свою семью в день почитания святых. Еще школьницей, прочитав житие муромских святых Петра и Февронии, Анастасия решила, что выйдет замуж только 8 июля, в день любви, семьи и верности. Праздник святых Февронии и Петра Муромских, к сожалению, в России он не так давно отмечается. Я считаю, что это праздник важнее, чем день святого Валентина, потому что действительно русский праздник. У каждой семейной пары своя история любви. Маргарита и Александр Мендиевы поженились три года назад. Их дочке Полине на днях исполнится год. Они не только супруги, но и партнеру по танцам. И кажется, свой рецепт семейного счастья у них уже есть. Три года прожили в браке. Но мы очень рады, что такой праздник появился у нас в стране, что его сейчас так хорошо отмечают, что он несет вот эти ценности, которые вечны для каждого человека. Любовь, верность, брак, семья, дети. И всем, конечно, хочется пожелать, чтобы они хранили эти ценности в душе. И вот не забывали такие примеры, как Петр и Феврония. И для них это были как путеводная звезда. Сегодня, в День семьи, любви и верности, честовали юбиляров. Зоя Петровна и Иван Сергеевич Лазарев прожили в браке 65 лет. А Евгений Яковлевич и Раиса Петровна Дьяновы – полвека. Но больше всех счастливы вместе Владимир Михайлович и Валентина Васильевна Арефьевы. 70 лет исполнилось в этом году со дня их бракосочетания. Владимир Михайлович сделал предложение своей будущей супруге Валентине, девушке, жившей по соседству. Едва ему исполнилось 18. Этой семейной паре и есть, что сказать, сегодняшним молодоженам. Любить друг друга. Все самое главное. Вожать, доверять. Вожать, доверять, любить. И во всем нужно послушаться. И мужа. И муж должен жену послушаться. Мы прожили 70 лет. Мы не ругались. Даже удивительно. Я сама. Как это мы могли столько времени прожить и не ругались. Мы же сошлись такие молодые. Но мы венчались. Мы в Ильинской церкви венчались. Я ему был 19-й, а мне был 22-й. Я постарше. Но все равно мы столько счастливую жизнь прожили. Вдвойне, а то и втройне счастливее, любящие сердца, конечно, делает рождение детей. У Ивана и Екатерина Селивановых их трое. Самому маленькому едва исполнился месяц. Разрешите по поручению главы городского поселения Виктора Валерьевича Купина поздравить вас с этим замечательным праздником и пожелать всем любви и взаимного уважения. Похоже, в Сергиевом Посаде зарождается добрая традиция в День семьи, любви и верности собираться всей семьей у Петра и Февронии. Памятник святым был установлен ровно год назад. Весь прошедший год, в день бракосочетания, к святым приходили молодожены. Их было, судя по всему, немало. Свидетельство тому спинка зайчихи, которая спряталась зайчатами за плащом Февронии. Татьяна Сташенко, Евгений Половинкин. День города.